Доброе утро! Югра формирует креативный подход к реализации национальных проектов для поддержки бизнеса. Какие мероприятия пройдут по этому поводу, мы узнаем у заместителя директора Департамента экономического развития Югры Колупаева Роман Геннадьевич. Роман Геннадьевич, доброе утро! Доброе утро! Давайте по порядку, какие мероприятия пройдут в рамках реализации нацпроектов? Мы участвуем в реализации проекта «Малое и среднее предметы и поддержка предпринимательской инициативы». До конца года не осталось так много времени, и у нас запланирована целая череда мероприятий. Так, например, в реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» мы запланировали открытие первого в Югре центра «Мой бизнес». Это новый подход к информационно-консультационной поддержке. Мы раньше это все осуществляли, только сейчас это все структурировано под единым брендом, под единым федеральным форматом. Мы планируем открытие в трех городах – в Нижневартовске, Сургуте и в Нягоне. Работаем в этом направлении. И это станет такая первая ступенька, где можно прийти, то место. Это не просто офис, в котором предоставляется консультация. Это каворкинг какой-то. И организации, представляющие интересы общественных. Мы вообще, в принципе, для себя выбрали такой формат, что там и торгово-промышленная палата, деловая Россия, опора Россия. То есть все бизнес-сообщества будут в одном месте. Это уже бренд заняли, точка кипения. Но мы об этом раньше говорили, когда планировали, что то место, куда предприниматели, дом предпринимателя по-разному. Но вот сейчас единый федеральный формат – центр «Мой бизнес». В том числе и МФЦ, кстати, туда тоже приедут. Это для кого? Кого вы туда приглашаете? Будете приглашать и кого ждете? Это самое главное направление тех, кто осуществляет деятельность в сфере бизнеса. Те, кто планирует стать предпринимателем. Это самая основная цель аудитории. И те физические лица, на которые сегодняшний день думают и просчитывают свои шансы. Планируют только дальше. То есть именно там они могут рассчитать с консультантом свой бизнес. То есть это основные сейчас виды деятельности, на которые вы обращаете внимание? Или есть еще какие-то проекты, которые реализуются? Безусловно, самое основное – это информационно-консультационная поддержка. Следующим идет финансовая поддержка, очень важная. Здесь все инструменты, инфраструктуры, которые у нас создали до этого, и сейчас они очень гармонично легли в эти национальные проекты. Потому что не во всех субъектах Российской Федерации так структурировано было. У нас есть отдельные гарантийные организации, фонд поддержки, микрофинансовая организация, отдельный центр экспорт. Это все четко прописано в соответствии с приказами Министерства экономического развития. И они осуществляются, и действия, и полномочия. И вот то есть идет консультационная поддержка, финансовая, образовательная, очень важная. И анонсируя 15 ноября у нас в Тургуте пройдет форум федерального масштаба «Центр мой бизнес», который сейчас так громко прогремел в Иваново. Это такое интересное событие, к которому мы тоже готовимся. Поэтому программа насыщенная. Всех предпринимателей агитируют за то, чтобы они следили за новостями и подписались на наши социальные сети в том числе. Мы активно анонсируем. Сейчас используем все инструменты, и продажи по радио, и по телевидению, и интернет используем, и соцсети. Скажите, после обучения, которое проводится в этих центрах, какая-то отчетность ведется? Может быть, сами предприниматели должны предоставлять какие-то... Я бы не называл это отчетность. У нас есть такое понятие, как сопровождение предпринимателя. Когда к нам приходит предприниматель и встает вопрос, как чем заняться, что мне надо для этого, или просто, допустим, приходит адрес, говорит, дайте мне микрозайм, он в любом случае попадает в нашу базу, где мы его... следим за ним, приглашаем на разные мероприятия, общаемся, задаем вопросы. Здесь мы сейчас активно ведем работу, такая она еще на уровне совсем-совсем небольшого процента, но мы нашу замечательную Вики, наш искусственный интеллект, учим консультировать по основам ведения бизнеса. То есть она у нас будет работать скоро, поэтому мы готовы... Самый ценный сотрудник будет. Да, и отпуск, это, собственно, не попросит. Вообще, в принципе, если смотреть на картину в целом, Югра в реализации национальных проектов, да, и вообще, в принципе, подхода к их реализации, как выглядим на общем плане, ну, с другими регионами? Ну, так некрасиво будет говорить, я просто скажу, что регион, да, действительно, мы активно вступили в эту фазу, у нас из трех идей, да, человеческий капитал, улучшение условий, среды обитания и экономического роста. Из 12 национальных проектов мы участвуем в 11, в эти 11 национальных проектов декомпозировано на 53 региональных проекта. Помимо этого, у нас еще есть региональные проекты, которые мы реализуем, которые, да, не входят в национальную систему, но они влияют, на показатели конечные. Поэтому мы активно продвигаемся, вот, последний совет по развитию малого и среднего принимательства, мы рассматривали очень острый вопрос по самозанятым, мы не участвуем в эксперименте, да, через 4 субъекта, которые, ну, мы видим, какие результаты, даже я сейчас не буду говорить про показательные, какие результаты они демонстрируют, и мы бы тоже хотели в игре попытаться хотя бы подготовиться полномерно, поэтому сейчас пишем план мероприятий, как довести, как объяснить, в чем... Планы есть, планы есть, цели намечены. Это самое главное. Спасибо вам в очередной раз, желаем вам доброго, бодрого утра. Спасибо. Приглашаем в гости вновь и вновь. С гостем прощаемся, с вами же увидимся 2-2,5 минуты, дождитесь. С гостем прощаемся, с вами же увидимся 2-3,5 минуты, дождитесь.